Обновленный Lada Largus встанет на конвейер не раньше февраля 2021 года, а продажи стартуют только в марте, сообщает Автоваз Ньюс со ссылкой на неназванные источники. При этом изначально предполагалось, что новинка появится у дилеров уже в октябре. Официального подтверждения переноса сроков запуска модели пока нет. Дорожные испытания обновленного Largus идут полным ходом. В конце сентября шпионам удалось сделать фотографии салона рестайлинговой модели, универсал получил панель и мультимедийную систему от Renault Duster, а рулевое колесо позаимствовали у Lada Vesta. В числе внешних изменений, X-образная передняя часть, как у Vesta X-Ray и современной Гранты, новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами, а также фары головного света от Renault Logan последнего поколения. Силовые агрегаты останутся прежними, модель предложат с моторами объемом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, которые работают в тандеме с механикой. Также известно, что в список оборудования обновленного Lada Largus войдут передние и задние парктроники, камера заднего вида и подогрев передних кресел. Информация о ценах появится ближе к запуску модели на рынке. Нынешний Largus доступен в кузове универсал и фургон, а также во вседорожном исполнении Cross. Цены стартуют от 650 тысяч рублей. По данным Ассоциации Европейского бизнеса, за 9 месяцев 2020 года в России было продано 25 470 экземпляров Largus. С таким результатом модель занимает восьмую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в стране. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.